Депутаты в очередной раз не поддержали инициативу Сегодня городские депутаты провели внеочередную сессию, где рассмотрели ряд вопросов, первым из которых о досрочном сложении полномочий Депутата Николая Завадского о подробности с заседания прямо сейчас Здесь надо обязательно вернуться к предыстории На два года назад, когда Николай Завадский, учредитель частной Котловской газеты, он же депутат Котловского городского собрания, проголосовал за поправку к Николаю Казицына В итоге муниципальный бесплатный журнал «Новый Котлов» перестал выпускаться Все бы ничего, да только сам Завадский за своей же подписью в одном из своих же громких заявлений причислил журнал «Выпускаемый информкомпаний» к своим конкурентам Но перед этим не направил уведомления в антикоррупционный комитет о конфликте интересов Все это нарушение федерального закона о коррупции Еще в марте 2020 в адрес Котловского собрания депутатов поступило заявление от губернатора региона рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Завадского На сессии в апреле того же года этот вопрос не прошел Со стороны Завадского были предприняты попытки оспорить результаты заключения областной проверки в городском, затем в областном суде Длилось все это долго и безрезультатно Сегодня депутаты вновь вернулись к вопросу о досрочном прекращении полномочий своего коллеги Где представитель прокуратуры с самого начала предупредил народных избранников о возможных последствиях В случае неисполнения решений суда в административном кодексе об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность на юридические лица По первой части это от 30 до 50 тысяч В случае повторного неисполнения штраф также предусмотрен от 50 до 70 тысяч рублей Ну и в дальнейшем если злостное неисполнение решения суда имеется То предусмотрена также уголовная ответственность по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации Это что касается ответственности за неисполнение решений суда Это я вам разъясняю такую ситуацию То есть если например организация является муниципальной То соответственно все эти расходы они ложатся на бюджет Затем слово взял сам виновник заседания Тот факт что закон о противодействии коррупции допускает ситуацию Когда чиновники могут лишить полномочий депутата избранного народа Наводит на мысль что этот закон несовершенен Комментарии его коллег по цеху были разными И негативные в адрес того кто написал заявление в антикоррупционное управление И вот такими с точки зрения закона Сейчас ширится количество вариантов С помощью которых депутата избранного населения можно снять с этой должности Вот Курченко Николаевич один пример Сейчас в Питере я просто читаю в прессе снимают депутаты за депутатом В связи с тем что не указали 700 рублей полученный доход Николай Николаевич обращался в две инстанции Его доказательства не были признаны объективными То есть суд решил что он виновен Поэтому здесь ситуация такая Что если мы сейчас идем и не верим Мы говорим о том что суд не прав Мучен был решатель суд был не прав То есть какое отношение тогда нашего вообще человека к суду Сейчас я дождала что Николай Николаевич может скажет Да я согласен Я положу свой депутатский мандат Но я буду с вами судиться И я надеюсь что я выиграю и меня восстановят И тогда вот такой коллизии Такой проблематичности для собрания депутатов Я думаю что каждый здесь сидящий четко понимает Этого не будет И снова в депутатском корпусе инициатива губернатора не была поддержана В очередной раз вопрос не прошел Да, для того что не дожди Да, а ты где же что? Прекратить досрочно Два человека Кто против? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Добавим что завтра 22 января В Котласском городском суде будет рассмотрен иск Котласской межрайонной прокуратуры О признании незаконным действия бездействия собрания депутатов По данному вопросу Также депутаты Котласа сегодня рассмотрели еще один вопрос По отдельным гарантиям выборным должностным лицам Конкретно про компенсацию 18 депутатам Которые выполняют свои обязанности на неосвобожденной основе Речь идет про ежемесячную выплату каждому из них в размере чуть более В начале недели в стране стартовала массовая добровольная бесплатная вакцинация от коронавируса Сегодня в городской поликлинике одним из первых прививку сделал депутат Василий Волков Наша съемочная группа следила за процессом Как вы чувствуете? Нормально Не болеете? Нет, нет, нет Видом не болели? Нет Это стандартный опрос перед вакцинацией В кабинете у терапевта депутат Волкову измерили еще и давление Но вопрос, не было ли контакта с больными коронавирусом в течение последних 14 дней один из самых главных для того, чтобы сделать прививку от коронавируса Вакцинации не подлежат люди, которые переболели коронавирусной инфекцией Но переболели до 6 месяцев И те пациенты, у которых есть симптомы ОРВИ Либо положительный ПЦР на коронавирусную инфекцию В памятке написано все, что может быть в возможной побочной действии Все, что рекомендуется и чего нельзя делать Все просите внимательно А в прививочном кабинете до вакцинации Василию Анатольевичу не только вручили памятку Но и ознакомили с побочными действиями Это обычные гриппоподобные состояния после вакцинации Миалгия, слабость, может повысить температура Температура повышается, как правило, до 38 Может до 39, но это единичные случаи Все подобные жалобы, поствакцинальные осложнения Они, как правило, длится у пациентов в течение суток И потом человек может уже выходить на работу И чувствует себя прекрасно Да, я готов к этому, уже настроен Меня уже предупредили Гамм-ковид-вак Вакцину под таким названием сегодня вводят к Атлашанам Она двухкомпонентная А это значит, что ровно через 21 день Прививку нужно будет повторить От В1 уже привито 137 человек Из них 54 медицинских работника И В2 привито пока еще 35 человек Из них 32 медицинских работника Прежде всего сделать для того, чтобы маленче постраховаться Чтобы не заболеть самому Ну и проду деятельности Очень часто приходится общаться с людьми И чтобы не заразить их Сейчас пока ничего не изменилось Живы будем, не умрем, но мы Покажем на примере Всем остальным Я работаю в сфере торговли Ну, как бы, контакт большой с людьми Чтобы обезопасить и людей, и себя Решил сделать прививку, да? Обезопасить себя Иммунитет после прививки ослаблен Антитела вырабатываются у человека Лишь через 42 дня Поэтому необходимо выполнять Обязательные рекомендации Медицинских работников Чтобы не заболеть коронавирусом До того, как организм будет готов То есть вот 42 дня Ты должен обязательно Ходить в средства индивидуальной защиты Ограничить контакт с людьми Ну и чтобы не заболеть А еще медики настоятельно рекомендуют Не бояться прививки от коронавируса Так мы быстрее сможем победить пандемию И вернуться к нормальной привычной жизни Опять пошел рост коронавирусной инфекции И очень много уже людей Находится в ковидном госпитале И идет большое поражение Сразу же легочной ткани До 70-80% Люди у нас уже поступают с таким поражением Прививаться надо Потому что если ты заболеешь коронавирусом Но от этого никто не застроковал То ты перенесешь в более легкой форме Чем это может заболеть непривитый пациент Пока в настоящее время у нас 180 комплектов 180 комплектов Ожидается еще поставка вакцины Около 100 комплектов Поэтому мы готовы прививать население Кто захочет это делать Записаться на прививку от коронавируса Можно через портал госуслуг Либо заполнить электронную заявку На сайте Котласской центральной городской больницы Как сообщает территориальное отдел управления Роспотребнадзора По Архангельской области В городском округе Архангельской области Котлас за последние два дня Выявлено 22 новых случая Заболевания коронавирусной инфекцией Таким образом На 21 января 5370 человек с подтвержденным диагнозом Ковид-19 4507 человек выписаны И еще про коронавирус Который с минувшего года в нашей жизни Стал играть едва ли не ключевую роль А конкретно про героев Кто они такие В свете последних событий Героями все чаще называют медиков Тех, кто борется за человеческие жизни С грозным ковидом Борцы эти невидимы Они скрыты за масками И бесформенными белыми костюмами Новый проект Котласской больницы И фотографа Анны Шулятьевой Герои среди нас Открывает для нас лица Медицинских работников О том, как снимают уникальные кадры Следующий сюжет Для меня чуть ближе Ну что, в другом И у меня все нет Когда-то Анна Шулятьева Сама работала медсестрой В Котласской городской больнице Сейчас она известный фотограф Мастер документальной съемки Вот и сегодня в ее объективе Сама жизнь такая, какая есть Со следами бессонных ночей С натертостями от многочасового Ношения медицинской маски И в вечной униформе Перед камерой один за другим Волнуюсь и немного стесняясь Усаживаются работники ковидного госпиталя В январе мне позвонил Дмитрий Васильевич Богданов Главный врач И предложил поснимать людей Он сказал, что в отделении работает Очень много светлых и добрых людей Которых он хочет показать людям Городу И я, конечно, очень обрадовалась Я очень надеюсь, что этот проект Понравится и людям, и нашим героям Что касается людей, то Котлашани Проект уже оценили Каждая фотография, которая публикуется На официальной странице Котловской больницы ВКонтакте Тут же разлетается репостами И набирает большое количество Виртуальных комплиментов Сами же герои проекта Немного смущены таким количеством внимания Девчонки из бригады скорой помощи Наспех поправив прически Робко улыбаются в камеру Несколько минут на фотосессию И снова в бой Ковидные больные, как правило, у нас сейчас идут После праздников очень тяжелые С ковидными пневмониями Поэтому у нас нагрузка возросла Мы все работаем на пределе сил Сейчас будем одеваться, наряжаться И снова нас никто не узнает Яна Коплоуха считает отдыхом работу В обычной реанимации После двухнедельного дежурства В ковидном госпитале Осталось время даже красоту навести Перед фотосессией Девушка – анестезиолог-реаниматолог Большое количество врачей этой направленности Сейчас брошено на работу в ковид-отделение Всю оставшуюся работу здесь Которую раньше выполняли человек 12 Она сейчас делится на гораздо больше На гораздо меньшее количество людей Поэтому нагрузка возросла Свободного времени, к сожалению, нет Мне кажется, это классный проект И вот, вы знаете, мне само интересно посмотреть На людей, с которыми я работаю Потому что вот младший медицинский персонал Из других отделений, сестер, санитарочек Я их сама в лицо не знаю Потому что я их всех вижу в костюмах И вот только глаза Первый этап проекта «Герои среди нас» Уложился в шесть съемочных дней В каждой из них Анна Шулятьева По два часа не выпускала из рук фотоаппарат Десятки медицинских работников Врачей, медсестер, санитарочек Побывали в импровизированной фотостудии Которую специально для проекта Организовали в одном из больничных кабинетов Теперь каждый день утром Котлас видит не только глаза Но и улыбку очередного героя в белом халате Когда человек идет на фотосессию Он старается хорошо получиться Тут мы ему подсказываем какие-то ракурсы А тут нужно поймать именно Какую-то настоящность, искренность человека Вот это тоже очень интересно Когда получается Несколько десятков работников Ковидной зоны Котласа Уже приняли участие в проекте «Герои среди нас» После небольшого перерыва в съемках Работа продолжится Так как людей, которые ежедневно надевают белые балахоны И маски в несколько слоев Очень много Этот проект, как одно большое всеобщее спасибо Которое обязательно услышат скромные герои О происшествиях Страшная авария Произошла накануне на трассе Котлас-Вычегодский Четыре человека пострадали И один погиб Подробности у Дениса Дворяшина На этих фотографиях Последствия страшного ДТП Которое произошло 20 января На восьмом километре трассы Котлас-Коряжма Около пяти часов вечера 23-летний водитель За рулем Сузуки Ехал по дороге со стороны Вычегодского В какой-то момент парень не справился с управлением И на марку выкинула навстречку И она лоб в лоб врезалась в Шкоду Фабия В которой находились пять человек На место аварии немедленно выехали оперативные службы Чтобы достать пострадавших из покореженных машин Потребовалась помощь спасателей Два пострадавших Фабии достали Уложили на носилке Передали скорой помощи А двоих вытаскивали Срезали сиденья спинки И вытаскивали через усадние двери Как бы Сузуки-то ничего повезло Более-менее нормально было все Поэтому по Фабии, конечно, плохо было все Пятидесятиоднолетняя женщина Которая находилась за рулем Фабии Погибла на месте Ее четыре пассажирки Им от 33 до 46 лет Были госпитализированы с травмами Различной степени тяжести Двое женщин госпитализированы В дешевом состоянии В реанимационное отделение Одна женщина в травматологическое И одна в лороотделении Состояние пока у тех, которые находятся в реанимации Тяжелое А вот предварительный виновник аварии Водитель Сузуки серьезно не пострадал Участок трассы, на котором произошло ДТП Уже не первый год вызывает нарекания Со стороны водителей Своей сильной колейностью Несмотря на то, что на данном участке Есть колейность Большая часть ДТП происходит по вине водителей На дороге находятся дорожные знаки Которые запрещают превышать допустимую скорость движения И также запрещают обгон Кстати, за предыдущий год На трассе Котлас-Вычегодский Произошло 54 ДТП В авариях 11 человек получили травмы Известному в городе Образцовому художественному театру танца «Кураж» Скоро исполнится 25 лет В честь юбилея коллектив готовится к сольному концерту А его руководитель Светлана Абакумова Рассказала нам о закулисной жизни На этом фото Самая первая группа коллектива Образцового художественного театра танца «Кураж» Который образовался в марте 1996 года Бессменный руководитель коллектива Светлана Абакумова Вспоминает это время С теплом, трепетом и любовью Для нее хореографический коллектив Не нудная работа с детьми На которую нужно ходить каждый день Это жизнь, вдохновение и творчество То есть это проходит, вот эта линия идет Она через всю жизнь проходит И самые близкие друзья В основном все равно Вот они остаются по творчеству Судя по старшим Они дружат до сих пор Они вместе празднуют дни рождения Не поверите, но в одной воротовой палате Они лежали трое И рожали одновременно своих детей Вот настолько близко Название «Кураж» у коллектива Появилось не сразу Но, как вспоминает руководитель Произошло это чудесным образом Посоветовала моя знакомая библиотекарь Говорит, приходи ко мне в библиотеку И просто листай книги Вот какое слово зацепит То и выбирай душой Я листала, листала Сначала я смотрела по названиям Я понимаю, что нет, так не найти Начинаю листать И вот у меня буквально глазами зацепилось Кураж Я такая, о, как мне нравится это название Потом, когда я начала смотреть Ну, как-то думаю, Кураж Может быть, все-таки не очень как-то так Ну, звучит, но, может быть, не стоит все-таки Когда я посмотрела толковый словарь И понимаю, что Кураж Это именно то состояние С которым артист должен выходить на сцену И понимаю, да, это оно За плечами у хореографического коллектива «Кураж» Несчитанное количество конкурсов В разных городах России Львиная доля из них Призовые места и гран-при Почетных грамот, кубков, благодарственных писем И дипломов у коллектива немыслимое количество Их просто, на самом деле, очень много Это вот такая стопа, которая складывается, складывается, складывается Проваливаются ящики, не помещаются в сумки Конечно, самые запоминающиеся Это, наверное, самые солидные, самые ответственные конкурсы Это Москва международные конкурсы Питер международные конкурсы И самое приятное, что мы выдерживаем это Первую поездку в столицу Светлана Бакумова До сих пор вспоминает с улыбкой И в то же время с гордостью за своих ребят Которые из маленьких человечков вырастают профессиональными танцорами И просто успешными людьми Когда мы с первым составом приехали первый раз в Москву И выступали в Измайлово На огромной сцене Мы даже размеров такой сцен не видели То есть это наших, например, 4 или 6 сцен Представляете? Дети, конечно, испугались Я до сих пор помню эту реакцию Одна девочка, хотя она сейчас очень известная стюардесса Добилась многого Она, когда все это увидела И говорит, как, как, такая сцена А мы же из деревни Я такая, Надя, соберись Мы не из деревни, мы сможем В репертуаре коллектива номера различного направления От классических и народных до современных постановок Сейчас в образцовом художественном театре танца «Кураж» 70 участников в возрасте от 3 до 18 лет В каждого из них руководитель Светлана Бакумова вкладывает душу А они в ответ выражают ей безграничное доверие Вот формула успеха В результате которой театр танца гремит не только по Котласу Но и по всей нашей большой стране Очень важно, что люди тебе доверяют Представляете, вот сам ребенок вырос в этом коллективе И они приводят своих детей Ведь они могли бы пойти кому-то к другому Наверное, помоложе, наверное, поинтереснее Возможно, хореография Но люди хотят именно в это Они приводят своих лялечек Юбилейный сольный концерт Образцового художественного театра танца «Кураж» 25 кадр пройдет 6 февраля В 15 часов в Котласском дворце культуры Перед концертом в фойе Зрители смогут увидеть выставку достижений коллектива За 25 лет продуктивной творческой жизни Мы очень хотим, конечно, в первую очередь Видеть всех выпускников И даже те, кто, например, не живет в нашем городе Очень хотелось бы видеть родителей И ведь огромное количество людей Связанных с нашим коллективом Есть швеи, есть модельеры, есть постановщики Есть режиссеры Те, которые всегда принимали участие И поэтому вас очень-очень ждем Будем рады видеть вас Что делать на пенсии? Конечно, танцевать Именно так считают героини следующего сюжета Участницы хореографического коллектива «Шелковый путь» Обычно танцами начинают заниматься в юности Любовь Николаевна сломала все стереотипы Придя в танцы в 50 Сначала сама училась восточным танцам А затем основала свой коллектив Прямо на месте работы В электромеханическом техникуме Где преподавала русский язык и литературу Сейчас работа уже в прошлом А вот танцы – дело жизни Это и для здоровья Это и для общения Это и бегство от Альцгеймера Потому что нужно запоминать То есть, и, конечно, это эмоции То есть, это уже как наркотик Мы говорим, что Мы перестаем заниматься танцами, потому что стареем Нет, мы стареем, если перестаем заниматься танцами Сейчас коллективу восточного танца «Шелковый путь» 9 лет в составе 18 человек Почти все участницы коллектива на пенсии Танцами занимаются для души Тем не менее, профессионально У многих знания о восточных танцах Сводятся к танцу живота Это далеко не так У коллектива «Шелковый путь» Репертуар обширный Это фольклорные танцы разных народов Арабская фламенко, сочетающие восточные мотивы И испанскую страсть Задорные нубийские пляски И египетская Александрия И, конечно, экзотические атрибуты От шелковых платков до сагатов Это, в общем-то, такой женский танец Где раскрывается самая женская суть Это движение бедром, плечами Это и кокетство Любая женщина любого возраста Любой комплекции Может заниматься танцами Коллектив – постоянные участники Призеры различных фестивалей Еще бы, энергии через край Костюмы шикарные Шьют их, кстати, на заказ Для каждого танца свой комплект Но ценят здесь не грамоты и кубки А живое общение, встречи и друг друга Я приезжаю сюда С Почегодского поселка Меня муж очень поддерживает И привозит каждый раз меня на занятия Вот сейчас он там ждет в машине Меня, пока я тут занимаюсь Положительных эмоций очень много Коллектив очень хороший У нас такая золотая Любовь Николаевна И мы все очень дружим Так что сложился коллектив Зажигательные танцы Этих очаровательных дам Прямое доказательство того Что пенсия – не повод скучать А еще, что женщина может быть Прекрасно молода и легка В любом возрасте Главное – это любовь В данном случае – любовь к танцу У меня на этом все Далее вас ждет прогноз погоды Всего хорошего и до завтра Спонсор нашего метеовыпуска – магазин Комфорт Магазин Комфорт поможет сделать ваш дом уютным, комфортным и красивым Большой выбор тюля, портьер, готовых штор, различных расцветок Разнообразие уютных пледов, покрывал скатертей и многого другого по очень доступным ценам Комфорт на цокольном этаже бизнес-центра В пятницу 22 января в Котласе будет облачно и довольно морозно Осадки маловероятны С утра столбик термометра будет на отметке минус 38 Днем температура воздуха поднимется до минус 32 В ночные часы ожидается повышение температуры до минус 21 градуса Ветер восточный – 1 метр в секунду Атмосферное давление выше нормы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова